Скажите, вы уточнили в презентации, что за 22-й год число рабочих мест увеличилось на 401. Какой план сейчас стоит на 23-й год? Сколько планируете рабочих мест таких предоставить? Это вы имеете в виду, я так понимаю, по исправительным центрам? Да, это в рамках исправительных центров для осужденных, которые, собственно, работая в этих центрах, возмещают ущерб. Да, ущерб. В том числе и ущерб. Я вообще хотел бы про вот эту категорию осужденных немножко, наверное, раскрыть. Это данная категория осужденных, данный вид наказания был введен 4 года назад. Это категория осужденных, которые у нас ночуют и обязаны работать на предприятиях, куда мы их закрепим. Сегодня данные мы открыли в прошлом году 400 мест. Это очень тяжело у нас, к сожалению, идет в Красноярском крае. Если на фоне других территориальных органов бизнес очень идет навстречу и открывает до 400, до 600 мест на крупных предприятиях, то у нас, к сожалению, только 150 мест мы открыли. Я знаю, что здесь в зале находятся крупные предприниматели. Я прошу рассмотреть возможность создания исправительных центров у вас на базе ваших предприятий. Во-первых, это организованные осужденные, которые будут безупречно работать. Есть еще нюансы по налогообложению. Я готов отдельно, у меня специалисты это объяснят. Они дисциплинированы. Сегодня мы работаем на одной из птицефабрик Красноярского края. Мы сейчас даже будем расширять еще 150 мест. Это выгодно для бизнеса. Я не знаю, почему у нас в Красноярском крае так настороженно к этому относятся, к этой данной категории. Вы все видели, город Красноярск убирает осужденные в оранжевых жилетах. Никакой опасности это нет. Уже сколько лет убирают? Лет 15-20, наверное. Вот она, эта категория. Сегодня мы откроем, в этом году мы будем стараться открыть 400 мест, но это опять на базе наших мощностей. То есть мы открываем, перепрофилируем колонии-поселения под этот вид режима. Но я бы хотел, чтобы это был бизнес. И тогда данная категория вообще подходит под этот вид режима у нас в учреждениях. Вот сегодня, я назвал, 13 тысяч осужденных у нас находятся. Это с учетом следственных изоляторов. А те, кто находятся в учреждениях, у нас порядка 11 тысяч. Так вот, 4 тысячи, задумайтесь только, 4 тысячи осужденных подходит под этот вид режима. И мы их можем вывести на этот вид. Но нам некуда их выводить. А выводить их и отправлять в Мурманск, например, который откроет там 600 мест, ну, я считаю, это, наверное, неправильно. Так давайте все соберемся. Я уже вижу, тут безмесмены все есть. Давайте откроем Уфицеву все на территории. Ничего там такого заумного нет. У них есть цель, они могут работать. Это достаточно квалифицированные рабочие. А если вообще всю практику сопровождения делать, вы можете нам довести, каких специальностей мы должны их обучить. Я же неспроста сказал, сколько у меня профучилищ с 44 профессиями мы обучаем. Так вы поставьте мне задачу. Это не я перед вами должен начитываться тут. Это вы мне должны задачу все ставить. Так должно быть. Я должен вам пользу приносить. По этому вопросу задачу поставлены, Андрей Ильич, прошу прощения, что перебиваю даже на федеральном уровне. В этом плане, на самом деле, если есть где-то здесь отставание у Красноярского края, давайте посмотрим, чем, может быть, в информационном плане нужно дополнительно по линии предпринимателей здесь предпринять какие-то усилия. Либо, может быть, системное решение, либо увязать с какими-то нашими, не знаю, мерами поддержки, например, эту историю. Давайте посмотрим, коллеги, в том числе и с нашей стороны, потому что это не такая уж и новая форма, уже несколько лет действующая, но решение принималось, насколько я знаю, на очень высоком уровне. И о введении этой системы, и не случайно, что называется, это следующий шаг вперед в развитии пеннициарной системы нашей страны. Поэтому, раз, не негоже Красноярскому краю быть отстающими. Нет, мы всегда первые. Пожалуйста. Андрей Ильич, я как гендиректор агентства социальной сети вам прямо сейчас заказ на 10-15 айтишников могу разместить. Я учту. Александр Александрович. Обратился ко мне творческий человек, музыкант, кинематографист, Геннадий Мельниченко такой есть, подавал заявку на проведение, в общем, бесплатных выступлений в колониях. У них неплохая группа, аншлаг собирает в Красноярске, вот скоро в ДК Правобережный будет большой концерт. Получил отказ на том основании, что 30 лет назад в молодом возрасте совершил ошибку, был судим. Не могли бы вы как-то эту жесткую политику пересмотреть, может быть, лично встретиться с человеком, на него посмотреть. Он совершенно безобидный, занимается творчеством. Ну, неужели из-за какой-то ошибки в молодом возрасте теперь человека надо вот таким образом ограничивать, хочет доброе дело сделать. Найдите возможность. Мы достаточно много приглашаем к себе артистов, поверьте, и они отзываются, и мы им помогаем. Даже не хочу хвастаться, но Розенбаум к нам на день неуголовно исполнительной системы приезжал и давал концерты. Поэтому, еще раз говорю, мы открыты, ну, видимо, какой-то сбой прошел, я не знаю, пусть еще раз подготовят документы, я внимательно изучу. Сейчас комментировать я как бы не готов, не знаю, по каким причинам там был отказ дан. Я внимательно изучу и еще раз скажу. Хорошо, спасибо заранее. Спасибо большое. Виктор Иванович, пожалуйста. Андрей Леонидович, у меня вот в первую очередь приглашение к вам. В ближайшее время откроется сельский дом культуры, в Громадском, который вы знаете. В общем-то, я там бываю и был в вашем учреждении, понимаю, что оно очень важное в системе нашего Красноярского края, вашей системы, которую вы возглавляете. Понятно, что это было действительно, как вот Алексей Георгиевич говорил, было градообразующее предприятие. Сейчас, конечно, изменения произошли. Но у меня вот просьба посмотреть, может быть, возможность. Там же уникальное есть месторождение гранита, которое раньше использовалось, и Красноярск его использовал активно. Сейчас это производство как-то утратилось. Оно рядом буквально там в шаговой доступности. Может быть, и поддержка нашего правительства вернутся к этому вопросу. И мы бы тогда бордюры ставили бы не такие вот, которые иногда в стараях где-то делают, а вот настоящие все-таки. И еще один момент, это тоже не вопрос даже, а пожелание. Однажды я там занимался вопросом столько вот из колоний непосредственно, там уникальная река. Ну, чтобы ваши сотрудники внимательно смотрели за это. Хорошо. Ирина Геннадьевна, пожалуйста. Ирина Геннадьевна, пожалуйста. Это всегда индивидуально. Бывает, преувеличивают, потому что контингент тоже особый. Бывает, есть какие-то основания и так далее. Вот с этой темой как обстоит у нас в целом по краю. Как я понимаю, что в особо скандальных каких-то таких мероприятиях край не был замечен в этом плане. Но проблема все равно существует и тема в обществе есть. Спасибо за вопрос. То, что касается, я по докладу вам показал, один из показателей, один из показателей, это открытость. И Маргинадьевич подтвердит, что в любое время мне можно позвонить, если надо зайти в учреждение, любому, кому можно зайти, естественно. Он зайдет в учреждение и посмотрит, как там содержатся наши осужденные. Я неспроста сказал, что 280 было проведено дней открытых дверей в учреждениях. Это можно сказать, каждый день в каждом учреждении проводился день открытых дверей. Это говорится о том, что все желающие родственники могут посетить любое, ну не любое, а там, где их родственник содержится, учреждение. Посмотреть, как он питается, посмотреть, где он спит, посмотреть актовый зал, чем он занимается. Их сводят, покажут производственную деятельность, чем он работает, какая у него заработная плата, какая медицина. Потому что сегодня, у меня каждый вторник, через два раза в месяц, каждый вторник проводится личный мой прием. Кроме перевести из одного учреждения в другой, других серьезных проблем нет. Ни по медицине, ни каких-то противоправных действий со стороны наших сотрудников или внутри учреждения. То, что касается проверок, я сказал, сколько было, достаточно очень много было проверок и со стороны общественных организаций, со стороны по правам человека и прокурорский надзор. Конечно, у нас надзирает прокурорский надзор достаточно очень, я считаю, жестко и справедливо в рамках законодательства Российской Федерации. Поэтому, говорит, как мы у себя внутри живем, я вам продемонстрировал, сколько видеокамер. Видеокамер, ну, я так скажу, если в Российской Федерации их 100 тысяч видеокамер установлено, у нас их установлено, там, 10 с копейками, 10% находятся у нас в наших учреждениях видеокамер. Видеорегистраторы, я назвал вам, если вы цифры внимательно слушали, то я вам назвал, около 2000 видеорегистраторов, а сотрудников 8000. Ну, разделите, это каждый второй, третий, каждый третий сотрудник ходит с видеорегистратором. И я спрашиваю за это, сколько времени проработал видеорегистратор. Если применялось, естественно, применяется, и физической силы в отношении у нас всяких хватает, к сожалению. Если применяется, естественно, если нет видеозаписи, виноват сотрудник. Сейчас так уже у нас. Нас это спрашивает и прокуратура в том числе, и Следственный комитет, если проводит проверку. И все материалы, которые, значит, по противоправным действиям, как со стороны осужденных, так и с личного состава, мы все их отправляем для процессуальной проверки следственного органа. Поэтому, еще раз говорю, мы открыты. Пожалуйста, давайте посетим. Нужно говорить и показывать, как у нас там на фотографиях, это как бы одно. Надо далеко ходить. Зайдите, я не знаю, давайте в больницу с вами зайдем. Было же посещение в больницу, некоторых депутатов смотрели. Меняется отношение, понимаете? Спасибо. Коллеги, я хочу покаяться. Я, наверное, политическую ошибку совершил в порядке ведения. Надо было первым-то право вопроса предоставить человеку, который заслужил отдельной благодарности руководителя службы исполнения наказания. Владислав Ильич. Спасибо, Алексей Игоревич. На самом деле, спасибо за оценку, коли так председатель тут подвел. Действительно, это оценка не нашего комитета, а всего ЗАГСобрания. Потому что, напомню, закон в новой редакции, где ГУФСИН был сохранен как субъект АПК, как субъект государственной поддержки. Я вас перебью. Мы единственные в Российской Федерации, кого поддержало законодательное собрание края и правительство. И будучи работой во всей России, я не смог это сделать на уровне ни в одном субъекте Российской Федерации. Я еще раз благодарен вам и правительству Красноярского края. Да, несмотря на то, что действительно были у нас здесь позиции некоторых экспертов, которые говорили, что это неправильно, может быть, даже незаконно. В любом случае, ЗАГСобрание поддержало это, никаких решений нет. И мы в этом не сомневаемся в правильности своего решения абсолютным большинством. Странно было бы, Андрей Ильич, если я здесь задавал вам какие-то вопросы, а вот обратить внимание руководства края, прокурора Красноярского края. Я знаю, сейчас большая работа проводится по декабринализации Верезовского района. Вот у нас в рамках сотрудничества СИН, один из вопросов контрольных, который до сих пор не снят, это одно из решений, одного из главных сейчас вопросов, который в наших отрасли стоит. Наверное, все слышали, даже не специалисты, там такое выражение «борщевой набор». Речь идет о том, что и в крае, и в России не хватает овощей, бывает рост цен на них, и ГУФСИН в этой части мог бы здесь серьезную роль сыграть, особенно в нашем Красноярском крае. Вот есть более 300 гектар земли в Верезовском районе, орошаемых, там еще осталась система орошения. Мы на комитете приняли решение, обратились. Вот, вы знаете, я много лет депутат, но когда я прошу руководства Верезовского района, чтобы мой специалист на место проехал туда, разобраться не в рамках переписки, а нам отказывают это делать, просто отказывают, говорят, не надо, вы туда не лезьте. И мы запросили, слава Богу, еще на депутатские запросы отвечают. Вот это...